Партнер канала марка Sinners Bones Мне нравится Привет, это рубрика чудо техники, а это собственно чудо техники, без всякого преувеличения Начать надо с того, что эта машина построена той же компанией, которая занимается созданием бездеходов Trom В частности Trom 8, это известные у нас машины, но это нечто другое Это экспериментальный образец, это очень необычная по конструкции машина, которая была создана в качестве испытательного прототипа, в единственном экземпляре И несмотря на то, что у нее есть масса достоинств, создатель решил, что в единственном экземпляре ей и остаться Сейчас она выполняет функции, ну если хотите, передвижного самоходного испытательного стенда Почему так вышло, будем разбираться вместе Перед тем, как говорить о том, что здесь есть, лучше сказать о том, чего здесь нет Здесь вообще нет карданных передач, здесь нет мостов, здесь нет раздаточных коробок Здесь нет всего того, что в принципе, казалось бы, обязательно должно быть в любом внедорожнике, ну уж тем более в вездеходе Но основная идея, которая лежит в фундаменте вот этой машины, это попытка сделать вездеход только исключительно на гидравлике И попытка, кстати, оказалась вполне успешной Прежде чем поехать, надо завести нашу красавицу Это происходит не совсем так, как в случае обычных автомобилей Хотя сходство тоже имеется Тут ключ сжигания, сейчас я его поверну, оживет дизель Перед этим хотел обратить внимание на одну важную вещь, иначе бы я забуду Две педали, и на них фломастером нарисованы стрелки На одной стрелка вперед, на другой стрелка назад Вот оно тебе и управление Особенность машины в том, что из-за всей вот этой сложной гидравлической системы Она шо вперед, шо назад едет одинаково Все зависит от того, на какую педаль ты нажмешь Что за стрелка на ней нарисована То есть можно с максимальной скоростью поехать в том направлении, но, честно говоря, подозреваю страшно Теперь к испытаниям Дизель запустили Теперь надо добавить оборотов Делается это специальной кнопкой, потому что никакой педали газа у нас здесь нет Где-то полторы тысячи оборотов это вполне достаточно И я нажимаю педаль со стрелкой назад Честно сказать, обзор, конечно, своеобразный Такой технике еще надо привыкнуть Но я буду привыкать прямо на ходу Вашему вниманию, товарищи, предлагается Беркут SA-06 Компрессорная станция, штука крутая Это видно даже визуально К тому же, я думаю, что имя Беркут в мире компрессоров и так знают все Но в данном случае это нечто особенное Потому что это и компрессор, это и ресивер, это и крутой машиномонтажный пистолет Очень удобная, кстати, действительно классная вещь для подкачки колес Компрессор накачивает ресивер и дальше можно с помощью вот этого пистолета Точно вставлять давление О, опять начал подкачивать Есть кнопка, позволяющая немножечко стравить воздух Комплект замечательный, но кто-то подумал, зачем он мне? Потому что такая вот громадина, только что в гараже и уместно Не совсем так Мы присматриваемся чуть внимательнее И понимаем, что все эти модули в принципе можно снять с рамы И вообще знаете в чем прикол? Вот сейчас этот компрессор стоит на капоте Нивы Но вскоре ситуация радикально изменится Про эту машину я снимал видео, если помните И отмечал там одну странность Запаска, которая в принципе может переехать в багажник И как раз сюда поместится тот самый Беркут SA-06 Чуть разобранный, чуть перемодулированный, скажем так И в обладывании Нивы появится и компрессор, и резертор Можно что-то подключить, например пневмоинструмент И в общем эта штука даст ему массу дополнительных возможностей В общем вещь крайне крутая, полезная и многофункциональная Ссылки, ну как обычно, в описании Сквозь эту решетку можно рассмотреть двигатель внутреннего сгорания Это дизельный мотор Кубота мощностью 97 лошадок Вот дальше интересно, потому что он приводит аж пять гидронасосов Пять Один из них отвечает за колеса передней лодки За первые четыре колеса Второй за задние четыре И еще один мотор отвечает за рулевое управление Один маленький сервисный за охлаждение гидравлики И еще один нужен для привода силового оборудования И собственно говоря на этом все Хотя дальше на самом-то деле начинается самое интересное Первая любопытная особенность в том, что машина как-то очень мягко идет В отличие от других вездеходов, от большинства других вездеходов Она так мягко отзывается на педаль, мягко трогается И как-то очень плавно едет Я так думаю, что нам стоило скинуть давление в колесах Потому что они сейчас накачаны на совесть 0,4 давление Вам возможно показалось, что это мало Но учитывая, что это за покрышки Величина порядочная Сейчас мы движемся по какому-то заброшенному озерцу, кажется И это тот случай, когда на лед можно выходить без страха Провалимся, так провалимся Ничего страшного не произойдет Машина плавающая Смотрите, с виду колесо как колесо Ну только что очень большое Практически в человеческий рост Ну, в мой человеческий рост Все не так просто Мы смотрим на него с тыльной стороны И обнаруживаем загадочный оранжевый ящик Это гидромотор-редуктор Таких здесь, ну понятно, 4 штуки Скажем, в задней лодке И еще 4 в передней По одному на каждое колесо 4 гидромотора Работают с одним гидронасосом Между ними установлен так называемый делитель потока Интересная штуковина, которая распределяет гидравлическое масло между моторами таким образом, чтобы они работали равномерно С большой натяжкой, с большой долей условности То, что делает делитель потока, можно назвать блокировкой, которой здесь нет Дифференциала, которого здесь нет Ну вот что-то общее есть Хотя, конечно, сравнение Такое, знаете, натянутое Еще одна интересная тонкость в том, что Каждый из этих моторов устроен таким образом Что он еще и сам себе вариатор И сам себе антипробуксовочная система Иными словами Параметры работы меняются в зависимости от тех условий В которых крутится каждое колесо То есть, когда крутится ему тяжелее Обороты понижаются А крутящий момент возрастает Крутится легче Все с точностью да наоборот То есть, иными словами Эта машина вообще не должна когда-либо буксовать Потому что, когда возникают все условия Когда приближается пробуксовка Меняются характеристики работы мотора И он делает именно то, что нужно в данных обстоятельствах Причем это касается каждого колеса в отдельности Понимаете, в чем дело? То есть, само внедорожное совершенство, казалось бы, правда? Опять же, хотелось вернуться к колесам Которые, по сути, мотор-колеса в нашем случае В них стоят редукторы с понижением аж на 24 Причем через планетарный редуктор пропущена еще и система подкачки Разумеется, небольшая компания из Сургута Такую сложную деталь не одолела бы Или может одолела, но это стоило бы колоссальных усилий Поэтому редуктора заказали на предприятии Которое специализируется на военных заказах Сейчас опять мы выходим на подмерзший водоем И, кажется, наконец-то проваливаемся под лед И здесь мгновенно встрял бы внедорожник любого уровня подготовки А наша машина без особых хлопот просто выкатывается наружу И опять же, сложно это передать, сложно описать Но я вижу, что скорость вращения колес действительно зависит от сопротивления, которое они испытывают То есть машина едет именно так, как нужно ехать в предлагаемых обстоятельствах Это действительно очень интересно Передо мной экран, кстати, на который выводится изображение с камеры заднего вида Парковочная камера на такой машине Вещь, ох, какая не лишняя Учитывая, что с обзором здесь своеобразно Не то чтобы плохо Большие грузовые зеркала Сильно разнесенные в стороны Потому что сзади еще и грузовой кузов То есть, в принципе, все необходимое рассмотреть можно Но все-таки с камерой намного сподручнее Еще одна фишка этой машины, которая, впрочем, роднит ее с вездеходами Тром-8 Балансирная подвеска Проще говоря, скажем, вот это колесо и вот это колесо Они установлены на едином, ну выражусь так, металлическом коромысле Которое в центре крепится, собственно, к кузову или к лодке Простая, казалось бы, система, но она обеспечивает отменную артикуляцию То есть, ход каждого из колес вертикальной плоскости около метра Важно сказать, что восьмиколесный вездеход и четырехколесный Они отличаются по-настоящему сильно Дело не в том, что четырехколесный это как бы половинка восьмиколесного Ситуация намного сложнее То есть, глубокая канава, которую эта машина проедет без значимых проблем В отдельных ситуациях вы можете вообще ее не заметить Как случилось со мной вчера Четырехколесная машина Ввиду геометрии, ввиду небольшой длины Она просто там застрянет Не окончательно, она одолеет ее не с первой попытки, но со второй или с третьей Но для нее это будет проблемой А такой вездеход ту канаву попросту не почувствует Еще одна любопытная особенность такой вот гидростатической трансмиссии в том Что здесь вообще не задумываешься над вопросом, где педаль тормоза Тормоз происходит сам собой Машина ездит, пока ты жмешь на газ Потом ты отпускаешь педаль И она встает, как будто ты нажал на тормоз Вот это особенности системы уже Кстати говоря, я говорю газ, но это не газ Газ это, как мы знаем, бензин Тут несколько иная картина С помощью педали газа я регулирую работу гидравлической системы Я меняю рабочий объем гидронасоса Вот что происходит И он уже в свою очередь заставляет работать двигатели в стопицах колес Интересно, что место, где мы катаемся, находится в непосредственной близости от дачного кооператива Где дом владельца компании располагается Это почему важно? Он говорит, я не смог бы сделать такой вездеход, если бы не жил в этих местах Его вообще невозможно построить где-то там в европейской части России На юге где-нибудь Там, где жить хорошо, тепло и солнечно Потому что если ты хочешь построить снегоболотоход Тебе нужно настоящее сибирское болото Без него ты просто не справишься, ты не поймешь задачу В результате получился 4-тонный снегоболотоход С совершенно выдающейся проходимостью И с интересными дополнительными возможностями Вроде антипробуксовочной системой на каждом отдельном колесе Но! Возникает вопрос А вот если все так хорошо, почему эта машина одна-единственная? На самом деле, разумеется, были проблемы Их было две И да, это те самые две проблемы, которые обычно возникают в случае подобной техники Во-первых, дорого А во-вторых, сложно Как говорит Алексей, который эту машину построил К ней нужно выдавать еще инженера гидравлика Потому что рядовой пользователь, а машина для рядовых пользователей Что он будет делать с конструкцией, в которой 5 гидронасосов, 9 гидромоторов Все это завязано в узел и работает как-то довольно непросто И еще делители потока какие-то загадочные Это проблема И ровно по этой причине чудо-машина работает чем-то вроде испытательного стенда К ней можно подключать гидравлическое оборудование Проверять, как оно работает Ну и просто кататься на ней для удовольствия А удовольствие, как рассказывают, она приносит Именно это я собираюсь сейчас проверить Сяду за руль и тоже покатаюсь для удовольствия Скорость этой машины максимальная 42 км в час По асфальтовым меркам кажется, что это немного На самом деле более чем порядочно, когда едешь по бездорожью Я бы, честно говоря, даже побоялся на них разгоняться на незнакомой местности Сейчас я, кстати говоря, движусь пойду Жму педаль в пол Но 40 км в час, как мне представляется, машина все-таки не выдает в настоящий момент Я понимаю, как звучит моя претензия Но вот как по мне, машина все-таки шумновата Потому что если проводить здесь помногу часов, то, наверное, от этого гула можно сильно устать Но при этом она вполне комфортная Учитывая местность, которая сейчас под этими огромными колесами Потому что сами по себе колеса работают как амортизирующий элемент Сиденье тоже удобное, продуманное Подвески как таковой здесь вроде бы нет Но в то же время есть балансирная система, которая отчасти выполняет ее функции И в целом приятно кататься Это одна из тех вещей, которые я люблю больше всего на свете Машина сделана не по каким-то лекалам Наоборот, она сделана вопреки устоям Это именно полет фантазии Это именно попытка сделать шаг вперед Шаг туда, куда еще никто не заходил И вот этим, конечно, снегоболотоход крайне любопытен С некоторым сожалению, эту машину придется признать неудачным экспериментом Но оцените размах и масштаб И вот в этом, знаете, наверное, главная прелесть Когда дело доходит до людей одаренных, талантливых и трудолюбивых У них, знаете ли, такие неудачи Что нам бы такие успехи, какие у них неудачи И вот эта машина как раз памятник технической мысли Которая иногда бывает, заходит капельку не туда А машина получилась действительно очень классная И, конечно, жалко, что ей суждено остаться в одном единственном экземпляре Потому что впечатление вообще незабываемое Но у меня на этом все А с вас традиционно лайки, дизлайки Ну и, конечно же, комментарии экспертов по гидравлике И строительству снегоболотоходов Субтитры создавал DimaTorzok